Среди авторов ужасов середины 20 века Американец занял свое место, вероятно, не самое заметное. Он начинал в 1950-е годы и на протяжении более чем 30 лет создал немало рассказов ужасов. Однако к фэнтези писатель тоже был неравнодушен. Он принимал участие в межавторском проекте «Воин снегов», основанном на незавершенном рассказе Роберта Ирвина Говарда о Джеймсе Эллисоне. Однако более весомый и более оригинальный вклад в жанр меча и магии Бреннан сделал несколькими историями о кельтской воительнице Керзия, путешествующей по древнему миру далеко от Ирландии. Рассказ «Оазис Скверны» — это третье приключение девушки, из тех, о которых рассказал автор. И, пожалуй, оно вышло самым удивительным. Джозеф Пейн Бреннан «Оазис Скверны» Сбежав от арабских рабовладельцев из ловещего черного храма мертвецов, тысячелетиями лежавшего забытым в песках неизведанной пустыни, кельтская изгнанница Керза вела своего коня по удушливым дюнам к каменистому плато. Вдали за ним она улавливала в переливающейся синеве едва различимую окраину деревьев. Девушка была странной, чужеродной фигурой в этой аридной пустоши горячих песков и обжигающих ветров. Гладкие черные волосы, светлая кожа и пленительные темно-голубые, типично кельтские глаза. Ни стройна, ни приземиста. Она походила на настоящую амазонку из легенд. Около шести футов ростом, с гладкими мускулами и великолепными пропорциями, поразительной стати. В прошлом, зрелая и пышущая здоровьем, странница бывала причиной вожделения, зависти и вражды, приведших к смертельной схватке на мечах, а в конечном итоге — к ее изгнанию. Помимо тонкого плаща, свободно накинутого на плечи, она несла лишь несколько неполных кожаных фляг и тяжелую кривую саблю, отобранную у одного из ее почивших преследователей. Конь, некогда принадлежавший арабам рабовладельцам, шел медленно и тяжело. Он был истощен мучительной погоней по пустыне, достигшей кульминации в конце побега Керзы. Добравшись до каменного плато, девушка остановилась и спешилась. Бережливо отпила из одной фляги и вылила остатки из другой высохшую глотку разгоряченного коня. Этого было мало для скакуна, полумертвого от обжигающего зноя, жаждущего и изнуренного. Но она надеялась, что этого ему хватит, чтобы продержаться на ногах до манящей окраины деревьев, виднеющейся вдали за бурыми песками. По какой-то непонятной причине ей не хотелось приближаться к окруженному деревьями оазису, чем, по ее мнению, являлось это место. Но ничего лучшего не было видно. Оставаться в открытой пустыне, под иссушающим солнцем, со спотыкающимся конем и уменьшающимся запасом воды, означало непременную смерть в течение одного-двух дней. Пока животное, пошатываясь, тащилось по каменному платок, переливающемуся поясу из деревьев, синеватому и манящему за складками песка, Керзу внезапно поразила мысль, что эти деревья могут быть лишь миражом, иллюзией, возникшей от зноя, поднимающегося из-под ног. Тем не менее, она, не имея альтернативы, подстегнула коня. Но останавливалась еще дважды, чтобы увлажнить свои потрескавшиеся губы и капнуть немного драгоценной воды в горло страдающего скакуна. Когда ослабевшее животное уже грозило рухнуть под ней, она спешилась и сама повела его. Качающаяся полоса деревьев постепенно просматривалась все лучше. Отдающая синевой листва несимметричной формы казалась Керзе странно недоброжелательной и неуместной. Но она знала. Под ветвями была тень и почти наверняка вода. Конь, который будто собирался вот-вот опуститься на колени, внезапно поднял уши и, шатаясь, двинулся вперед. Керза вела его последние оставшиеся ярды песка и камня. Ступив под своды деревьев, она ощутила, будто огромная охлаждающая рука простерлась над ними, огородив от обжигающих лучей солнца. Конь остановился, опустил голову и замер, лишь покачивая боками. Привязав его к ближайшему дереву, девушка взяла почти пустые фляги с луки и отправилась в заросли на поиски воды. В считанные минуты она обнаружила небольшой водоем, питаемый родником. Напившись вдоволь, она омыла горящее лицо и руки, наполнила фляги и вернулась к коню. Терзавшаяся жаждой животное пила с жадностью. Керза села, прислонившись к дереву. Через несколько минут, когда зверь общипал несколько одиноких стеблей синевато-зеленой травы, она снова привязала его. Ей не хотелось оставлять его, но какой-то инстинкт подсказывал, что осматривать оазис лучше пешком. Она еще не имела представления ни о его размерах, ни о том, что могло в нем находиться. Конь был слишком заметным, и если на пути не оказалось бы проложенных троп, издавал бы немалый шум, пробираясь через заросли. Повесив две фляги на плечи, она отправилась исследовать оазис. Синеватая листва и трава внушали девушке тревогу, вдобавок тишина под деревьями вызывала необъяснимый страх. После горячего солнца открытой пустыни свет, проходящий сквозь синюю завесу над головой, казался болезненно шафрановым. Осторожно пробираясь сквозь заросли, она расслышала приглушенные и отрывистые звуки насекомых, не похожие ни на птичье пение, ни на топот диких животных. Девушка резко остановилась. Звук определенно был. Она замерла и прислушалась. Звук повторился. Кто-то скулил, едва не переходя на подвывание. Керза была уверена, что создание, издававшее звуки, делало это вынужденно. Внимательно осмотревшись, она тронулась с места. Предположила, что это могла быть ловушка для нее. Когда девушка двинулась вперед, наступила почти абсолютная тишина. Она уже начинала верить, что тревожные звуки были рождены ее воображением, но услышала их снова. И на этот раз совсем близко. Опустившись на четвереньки, Керза поползла через переплетение зарослей, держа саблю на готове. Внезапно она схватила ртом воздух и сжала ближайший стебель, когда покачнулась на краю обрывистой ямы, хитро замаскированное листвой и сплетенной из веток сеткой. По прорехе в хрупком покрытии было видно, где провалился неосмотрительный странник. Заглянув в яму, Керза увидела, что ее крутые гладкие края тянулись глубоко вниз, как ей показалось, не менее чем на тридцать футов. Проходящий сквозь листву свет не достигал дна. Она сощурилась, напряженно смотря в затененную шахту, и с трудом различила очертания некой неопределенной фигуры, но не могла сказать, что это было на самом деле. Пока девушка размышляла, слабое завывание повторилось. Несомненно, так от отчаяния плакало несчастное создание, угодившее в яму. Завывание было горестным и страдальческим, и задевало струны жалости. Но Керза продолжала неподвижно стоять на коленях у края ловушки, терзаясь сомнениями. В прошлом ее слишком часто обманывали и избивали с толку. Завывание продолжалось, постепенно слабее. И, наконец, она решилась. Проверив периметр ямы, она испробовала несколько вьющихся плетей, пока не нашла одну длинную крепкую, держащуюся мертвой хваткой за ствол дерева. Она вырвала ее цепкие боковые побеги из мягкой земли и отбросила их от легкой, но хитро сделанной заслонки из листьев, веток или шайника, скрывавшей шахту. Длинная плеть легко прорывалась сквозь сеть и уходила вниз. Заглянув за края ямы, Керза предположила, что она протянулась до нескольких футов о дна. Отрезав саблей кусок древесной жилки, она туго обвела его вокруг пояса, ухватилась за большую плеть, свисающую в яму, и стала спускаться вниз. Приблизившись к одну шахты, она увидела два глаза, сияющих в полутьме и непрерывно следящих за ней. Сжав саблю одной рукой, Керза отпустила плеть и спрыгнула с высоты оставшихся нескольких футов, утонув по пояс в мягкой массе листьев и мха. Она сразу поняла, что целью ямы было сохранение неосторожной жертвы живьем. До пары сияющих, прикованный к ней глаз, теперь оставался всего фут. Несколько минут, пока зрение адаптировалось к темноте шахты, Керза не двигалась. Наконец, она различила, что глаза были посажены в глазницы длинной, костлявой и покрытой шерстью головы, которая едва торчала из смешанной массы листьев и мха. Керза ласково заговорила. В глазах появился блеск, и что-то зашевелилось под листьями. Озадаченная и заинтригованная, она продолжила говорить и перешла на еле слышное пение. Она пробралась навстречу пойманному животному и протянула руку. Тёплый сухой язык прошёлся по её пальцам. Зверь издал дружелюбный вой, и Керза вдруг поняла, что шевелилась под листьями. Животное виляло хвостом. Она погладила длинную костлявую голову, ласково напевая. Животное облизывало её руки, не сводя печального взгляда с её лица. Чувствуя на своей коже тёплый сухой язык, Керза достала одну из двух фляг, подвешенных на её плече, налила воды в сложенную лодочку руку, и пушистый узник с жадностью её вылакал. Она поила его, пока фляга не опустела. Неуклюже передвигаясь в массе листьев, Керза начала смещаться в сторону полупогребённого зверя, чтобы освободить его. Наконец она смогла опуститься под листья и поднять его. Она изумилась его весу и размером. Узнала его сразу. Это был огромный ирландский волкодав, самый крупный из всех, что она видела. Она прикинула, что его высота в холке должна составлять около пяти футов. Огромный пёс, голодный, терзаемый жаждой. Его, казалось, лихорадило, но серьёзных повреждений у него не было. Керза выросла среди грозных, но преданных ирландских волкодавов. Будучи ребёнком, она не раз засыпала, обхватив пухлыми ручками одно из таких массивных животных. Девушка твёрдо намерилась вытащить гигантского пса из ямы, но это представляло явные трудности. Несмотря на свою исключительную силу, она решила не рисковать, взбираясь по плете вместе со зверем, весившим не менее 160 фунтов. Напивая, чтобы успокоить пса, она почесала его за ушами, вскочила, ухватилась за плеть и быстро поднялась. Тот смотрел смиренным, печальным взглядом, убеждённым в том, что его бросили. Его хвост пару раз вильнул с надеждой, но стал неподвижным, когда Керза достигла вершины шахты и скрылась из виду. Работая с саблей зубами и руками, она сплела прочную петлю или упряжь из крепких стеблей лиан. Она была убеждена, что промедление может стать роковым. Кто бы или что бы не выкопал и не замаскировал яму, он непременно должен вернуться. Да и пёс уже был близок к последней стадии истощения. Крепко привязав петлю к прочной плети, которая в свою очередь надёжно обвивала ствол дерева, Керза спустилась обратно в яму. Волкодав, вновь засияв глазами свернувшейся надеждой, прошаркал сквозь листья и лизнул ей руку. С быстрым умом, каким наделён его вид, он сразу понял, что от него требуется, и терпеливо позволил девушке зафиксировать петлю вокруг себя. Когда волкодав был надёжно закреплён, Керза поспешно выбралась из ямы и подняла пса, перебирая руками и используя ветку дерева как рычаг. Освободившись от упряжи, громадный зверь встряхнулся и счастливо завилял своим длинным тонким хвостом. Пёс прихрамывал на переднюю левую лапу, но, увидев, что он способен ходить без посторонней помощи, Керза успокоилась. Она дала ему допить воду из второй кожаной фляги, нежно его коснулась и двинулась в переплетение деревьев. Ей не терпелось убраться подальше от ямы. Огромный волкодав последовал за ней по пятам. Пока они шли, Керзу вновь поразил необъяснимый страх перед этим местом. Она не ощущала, а скорее осознавала медленную пульсацию. Трепет, словно беззвучное, но от чего-то чудовищное биение пульса, движение в воздухе. Оно вселяло тревогу, но вместе с тем доставляло странное удовольствие. Девушка слабела от голода. Она не помнила, когда ела в последний раз. Пульсация, которая, казалось, исходила из глубин огромного оазиса, каким-то непостижимым образом восстанавливала ее силу и энергию. Керза превосходно ориентировалась на местности. Она нашла родник, где без проблем наполнила свои фляги, а потом ждала, пока напьется изможденный волкодав. Она улыбалась, наблюдая за тем, как пьет зверь. «Пит», — подумала она, — «извлеченный из ямы». «Хорошее имя». Она протянула руку. «Ко мне, Пит». Большой пес засеменил к ней. Она почесала ему между маленькими округлыми ушками. Закрепив фляги на плече, она направилась к дереву, которого оставила на привязи коня. Но его там не оказалось. Бегло осмотрела землю вокруг дерева. Там не было ни крови, ни следов борьбы. На него не нападали, его увели. Следуя инстинкту, Керза исчезла из поля зрения, нырнув в заросли. Она двигалась осторожно. Кто бы не забрал коня, он мог скрываться неподалеку. Пит следовал за ней на малом расстоянии почти бесшумно, несмотря на свои габариты. Керза с час передвигалась почаще. Протяженность оазиса изумляла ее. По-прежнему ощущался дискомфорт. Ей не нравился болезненный шафрановый свет, прошедший сквозь синеватую растительность. Хотя она привыкла к вибрациям, встряхивающим воздух, будто эхо отдаленного, но сильного биения пульса, их постоянство и странная энергия сбивали ее с толку и пробуждали тревогу. Когда тени начали удлиняться, она заметила несколько больших деревьев, чьи корни уходили в рыхлую почву. На протяжении половины пути деревья становились все ниже, а их ветви смыкались. Теперь они клонились друг к другу, облепленные вьющимися растениями, мертвыми листьями или шайником, образуя природное покрытие. Керза долго осматривала местность, прежде чем увести пита под навес из деревьев и засесть там. Она была обессилена. Каждый шаг по этим чуждым джунглям был ею обдуман. Девушка понимала, что в любой момент может через хитро скрытую ловушку угодить в шахту, из которой нельзя будет выбраться. Помимо усталости Керза чувствовала голод. Сидя среди растущих теней, она заметила два маленьких глаза, сверкающих из-за соседнего куста. Держа саблю на готове, она медленно поднялась и стала подкрадываться к кусту. Глаза не двигались. Молниеносным взмахом Керза опустила боковую грань своего лезвия. Потянувшись к кусту, она вытянула подергивающееся тельце маленького грызуна. Сурка, подумала девушка. Еще несколько созданий следили за ней неподалеку. Они были любопытными, но и невероятно глупыми. За несколько минут Керза убила еще троих. Хотя она предпочитала приготовленное мясо, у нее с собой не было принадлежности для разведения огня. В любом случае, она понимала, что разжигать костер было бы неразумно. Освежевав и выпотрошив зверьков, она отложила одного для себя, а остальных двух бросила на землю. Большой волкодав буквально изнемогал от голода, но все равно дождался, пока она позвала его по имени и указала на мясо. Несмотря на, должно быть, лютейший голод, он не заглотил пищу, а ел медленно и изредка прерывает, чтобы посмотреть на Керзу с обожанием в каре глазах. Когда он закончил, она напоила его водой из сложенных лодочкой рук, а затем улеглась головой на корень дерева, держа правую руку на рукоятке сабли. Пит лег в ее ногах. Изнуренная, Керза уснула почти мгновенно. Когда свет начинал пробиваться сквозь деревья, она постепенно отошла ото сна. Пит сидел рядом, насторожившись. Она обратилась к нему, и пес застучал хвостом по земле. Зевнул, потянулся и подошел, чтобы облизать ее руку. Она почесала ему за ушами, размышляя о том, как он оказался в оазисе. «Вероятно, — рассудила она, — он единственный, выживший из какого-нибудь каравана, застегнутого врасплох, бродяжнической банды пустынных волков в людском обличье». В течение двух дней они с Питом оставались в естественном укрытии навеса из деревьев. Она кормила истощенного пса мясом сурков и пришла в восторг, заметив, что его ребра больше не видны, а грубая шерсть начинает приобретать блеск. Он уже не хромал. Передняя лапа, по-видимому, зажила. В сопровождении друга Керза сделала несколько вылазок в окружающие джунгли в поисках коня, но не нашла и следов. Необъяснимые пульсации продолжали сотрясать воздух. Жуткие вибрации, казалось, оказывают влияние на ее собственный пульс, перекачивая кровь. Она была уверена, что чувствовала их не только в голове, но и в костном мозгу. Вечером второго дня она решила вместе с Питом покинуть этот раскидистый оазис на утро. Она ощущала здесь что-то неестественное и зловещее. Она не могла объяснить причину своего беспокойства, не считая пульсаций, но не могла и избавиться от него. Покинуть оазис и идти по открытой пустыне без коня было безумием. Но она приняла риск. У нее сработал первичный инстинкт. Девушка не могла полностью понять его, но не могла и подавить. — Старейшины септа, — говорила она себе, — сказали бы, что оазис был спутан. Устроив ночлег с Питом у ног, она твердо решила выйти на рассвете. Кожаные фляги уже были наполнены водой. Девушка проснулась внезапно от яростного рычания Пита и вскочила, держа саблю в руке. Огромный пес находился в нескольких ярдах от укрывавшего их дерева, свирепо сражаясь с ордой маленьких созданий в полусвете, похожих на прыгающих бурых обезьян. Кер забросилась вперед. Тяжелая сеть упала на нее, и она осела на колени. Десятки бурых карликов сгрудились рядом, схватились за края сети и стали бегать сужающимися кругами. Ей сводила зубы от ярости. Но сабля запуталась среди веревок, из которых была сплетена сеть. Через несколько минут девушку связали настолько крепко, что она не могла пошевелиться. Карлики связали открытые края сети, подняли ее и выдвинулись по мрачной тропинке в джунгли. Когда они проходили мимо Пита, ее глаза налились слезами. Огромный пес, спутанный в сетях, лежал недвижно. Кровь текла из раны в его боку. Пока ее несли мимо деревьев, Керза с отвращением рассматривала существ, поймавших ее. Их рост не превышал четырех футов. Кожа их была заросшей, красно-бурого цвета, рты и носы мелкими, уши крупными, а рыбьи глаза не имели выражения. Они носили затянутые поясами туники, сшитых вместе с урочьих шкур. Большинство носило на поясах короткие ножи. Она смотрела на них с отвращением, и ее рука жаждала схватить рукоять сабли. Но оружие вытащили из сети, и теперь его чинно держал один из карликов, несших сеть. Речь ее поработителей, последовательность гикающих гласных звуков, казалась Керзе совершенной тарабарщиной. Процессия тянулась, казалось, бесконечно долго, следуя по нечеткой тропе. Свет падал сквозь голубую листву над головой. Деревья редели. Довольно неожиданно Керзу вынесли на просторную поляну. Поначалу она выглядела пустой, но за несколько минут ее заполонили бурые карлики. Они столпились, негромко гикая, в рыбьих глазках было заметно возбуждение. Керза оглядывала их с изумлением. На краю поляны стоял огромный светящийся серебристый диск, размером с небольшое здание. Перед ним была сложена горка странно сгруппированных вещей. Мечи и щиты, боевые топоры, луки, копья, дубины, кинжалы, шлемы, знамена и десятки других средств атаки, защиты и мгновенной смерти. Керза видела, как ее саблю чинно положили на вершину груды. Она явно была не первой пленницей, которую привели на эту поляну. Пока ее унесли по джунглям, Керза почувствовала, что странные пульсации, прежде лишь сотрясавшие воздух, теперь стали интенсивнее. Поначалу она думала, что это ей лишь казалось, но теперь сомнений не было. Тревожные вибрации на самом деле исходили с дальнего края поляны. Она с любопытством осмотрелась. На той стороне находилось какое-то огромное ограждение, но оно было полностью закрыто тяжелой сетью, свисающей с высокой рамы. Чтобы не вызывало пульсации, Керза решила, что оно находилось за этим ограждением. Погиков еще какое-то время, поработители пронесли ее вокруг светящегося диска. В нескольких ярдах позади него стояли деревянные клети. Связанную, как птицу, ее затолкали в одну из них и, заперев, оставили. Оттуда ей было видно немного, лишь сияющий край диска и безлюдные джунгли. Она подумала, что в других клетках тоже могли находиться пленники. Диск, решила она, был святилищем, воздвигнутым в честь бога карликов, а груда оружия — данью. Керза размышляла о своих поработителях несколько часов. По-видимому, все они были одного возраста и вроде бы бесполыми. Она задумалась об их происхождении и решила, что они поднялись из-под земли, выжившие недоразвитые представители какой-то забытой расы, спустившиеся в недра в далеком прошлом. Старейшины ее клана говаривали о подобных диковинах. Когда тени сгустились, низкорослые поработители начали собираться рядом с какой-то примитивной кухонной утварью. Разожгли несколько костерков в ложбинках, выкопанных на поляне. Эти ложбинки были окружены кучками камней и закрывали сверху сплетенными зелеными ветками. Казалось, карлики испытывали непомерный страх перед огнем. Пока Керза следила за ними, четыре мерзких создания подошли к ее клете, принеся немного еды, наколотой на длинную палку. Они открыли дверь клете и просунули палку к ее рту. На ней было чуть-чуть мяса и семян, держащихся на какой-то вязкой субстанции. Еда была едва прожарена на слабом огне. Керза отказалась от неприятных кусков, пристально глядя на своих поработителей. Погиков между собой, карлики посмотрели на нее невыразительными рыбьими глазами, вынули палку, заперли дверь и ушли. Огоньки затухли. И спустилась тьма. Из некоторых клеток исходили звуки — шуршание, стоны, вздохи и непрерывное копошение. Но Керза не могла никого разглядеть внутри них. И если ее поработители расставляли часовых, они также оставались невидимы. Керза с нетерпением ждала наступления ночи. Убедившись, что за ней не наблюдают, она начала растягивать крепкие древесные жилы, сдерживающие ее руки и ноги. Однако они не только не собирались рваться, но и не тянулись. Узы держались, как звенья крепкой цепи. После многочасовых попыток, заставивших пот литься по ее телу, Керза сдалась. «Если она надеялась сохранить остатки силы, ей необходимо немного поспать», — решила она. И изможденная уснула. Но странные пульсации продолжали биться в ночи. Они действовали на мозг, и в беспокойном сне ей казалось, что в них появилась новая нота, набирающая силу, назойливая и пугающая. Когда она проснулась, сквозь деревья проникал бледный свет. Биение пульсации было сильным, как никогда прежде, а множество существ с рыбьими глазами носилось со сдержанным, но возрастающим воодушевлением. На противоположной стороне поляны началось странное ритмичное пение. Звуки не вызывали у Керза никаких чувств, но волоски на задней части ее шеи встали дыбом. Пение становилось все громче и энергичнее, а карлики начинали двигаться активнее. Их рыбьи глаза начали округляться и сиять от восторга. Вдруг они повернулись к клетке Керзы, открыли дверь и вынесли ее мимо огромного светящегося серебряного диска к укрытому ограждению на дальнем конце поляны. Улилюкающие хозяева собирались здесь в большом количестве. Сидящие на корточках рядами, они окружили ограждение с одной стороны, покачиваясь в унисон и ритмично напевая. Поднеся Керзу на несколько ярдов к ограждению, они усадили ее. Девушка могла сидеть прямо, но не более того. Узы оставались неподатливыми, и перед ней сидели сотни поработителей. Вибрации, исходящие из-за ограждения, как беспощадные барабаны, стучали по мозгу Керзы. Парадоксально, но в один момент она захотела сбросить оковы, вскочить и с наслаждением танцевать, а в следующий — кричать в непостижимом ужасе. Внезапно в ритмичном пении появилась новая нота. Оно смягчилось, но в нем чувствовалось предвкушение. Холодные рыбьи глаза приковались к завесе. Керза медленно поднялась и наблюдала со скептическим неверием. Перед ней, колыхаясь в нескольких футах над землей, была натянута гигантская переливающаяся паутина. Она напоминала сотни радуг, выдернутых с неба каким-то волшебником и сплетенных вместе, чтобы создать единое мерцающее полотно. Керза моргнула, оглянулась по сторонам, но сверкающая паутина осталась на месте. Проведя по ней взглядом, она увидела, что ее дальний край заканчивался овальной пещерой, высеченной в камне. Затем все цвета пропадали, и устье пещеры с тем же успехом могло быть щитом из обсидиана. Несмотря на внешнюю привлекательность украшенной паутины, взгляд Керзы оставался сконцентрированным на загадочном овале входа в пещеру. Пока наблюдала, она пришла к убеждению, что сводящие с ума пульсации исходили оттуда. Их сила непрерывно росла. Громкость пения снова возросла, и из устья пещеры выбралось создание ужаса. Чужеродное существо, столь отвратительное, что Керза не могла прежде представить, что подобное может существовать. Громадная, серая, крапчатая масса, поросшая грубой как перья черной шерстью, которая колыхалась и дрожала, когда чудовище пульсировало. Два неподвижных зеленых глаза, не имеющие века исполненные злобы, были посажены над зияющим двойным рядом круглых присосок, служивших хищной твари ртом. Похожие на палки мохнатые лапы несли его поперек переливчатой паутины, как гигантского паука. Подбежав к самому краю сверкающей сети, оно посмотрело голодным, ненавидящим взглядом. Присоски непрерывно открывались и закрывались. Его пульсации казались осязаемыми. Вся паутина дрожала и сияла. Интенсивность вибраций удвоилась. Ряды поработителей Керзы быстро нарушились, но через несколько мгновений безумной беготни вновь восстановились. Рыбьи глаза бурых людей уставились вверх. Проследив за их взглядами, Керза увидела, что высоко над сетью был сооружен какой-то шкив. Нечто корчившееся и извивающееся подсадили и потянули до самой середины сети. Оно стало пронзительно кричать, когда его опустили поближе. Это была большая обезьяна, Керза полагала, что ее принесли из оазиса или, возможно, украли у проходящего каравана. Когда она приблизилась к паутине, чудовищное паукообразное существо метнулось к ней и выставило омерзительные мохнатые лапы. У обезьяны вырвался последний вопль ужаса, и в следующий миг присоски сжались на ней. Керза с отвращением наблюдала за тем, как тело примата иссушалось и сморщивалось, пока от него не остался вялый кожаный мешок, лишь пустая кучка из шкуры и шерсти. Подняв остатки, прожорливое чудовище бросило их через край паутины на ряды своих кормильцев. Шкив снова пришел в движение. Подняв взгляд, Керза изумилась увиденному. К паутине тянули бьющегося в ужасе коня. В обреченном звере она узнала арабского скакуна, которого оставило привязанным в оазисе. Когда сопротивляющееся животное опустили, мохнатые лапы сомкнулись над ним, а присоски оказались на шее. Его словно сплющило и вдавило внутрь. В течение минуты от него не осталось ничего, кроме лошадиного чучела, скелета, проступающего через кожу. Но голод монстра не был утолен. Скелет коня перелетел через край паутины. Неподвижные зеленые глаза вновь заблестели. И снова что-то подсадили и потащили на шкиве. На этот раз там оказался человек. Полугулый араб со связанными руками и ногами. С ужасом увидев внизу то, что его ожидало, он буквально обезумел. Начал кричать, корчиться, молиться и сыпать проклятие. Когда его опустили к паутине, он тараторил как слабоумный. Даже несмотря на то, что он был одним из арабских рабовладельцев, преследовавших Керзу в пустыне всего несколько дней назад, она испытывала к нему жалость. Мужчина достиг паутины, и чудовище набросилось на него. Нистовые крики араба захлебнулись. Вскоре его жалкая оболочка была выброшена через край переливающейся сети. Бурые руки схватили Керзу и резко подняли на ноги. Когда ее повели к шкиву, ее надежда погибла. Она подумала, что смогла бы уцепиться зубами за одну из вытянутых лап чудовища. Ее протолкнули к шесту. Люди с рыбьими глазами начали торопливо крепить ее к канату. Все были так увлечены, что никто из сотен этих существ не заметил незваного гостя, разъяренного с красными глазами, который как шерстяная молния ворвался на поляну. Режущие клыки громадного волкодава разорвались дюжину глоток, прежде чем они поняли, что случилось. Некоторые вынули свои короткие ножи, но их лезвия с тем же успехом могли быть соломинками. Страшные зубы бешеного зверя буквально переламывали их на части. Несмотря на ужасную тварь, все еще не насытившуюся и ожидающую в своей паутине, бурые человечки в панике бросились в рассыпную. Ради своего спасения они пустились бегом через поляну навстречу окружающим ее деревьям. Громадный пес преследовал их, как карающая фурия. Кости ног и рук хрустели, из уязвленных мест хлестала кровь. Когда спасшаяся часть ошарашенной толпы исчезла среди деревьев, рассыпавшись по всем направлениям, волкодав Пит прекратил преследовать их и устремился обратно на поляну. Подбежав к Керзе, он стал безудержно облизывать ее лицо, извиваясь от радости. Он был так возбужден, что ей понадобилось минуты или две, чтобы добиться его внимания. Наклонившись вперед к своим рукам, крепко связанным вместе, Керза показала зубы и сделала вид, будто что-то опережевывает. Тотчас озадачившись, Пит поднял голову и вопросительно на нее посмотрел, виляя хвостом. Она повторила свою пантомиму. Теперь огромный волкодав понял. Действуя аккуратно, но эффективно, он острыми зубами раскусил крепкие древесные лианы. Как только руки Керза освободились, огромный пес быстро расправился и с путами, сдерживавшими ее ноги. Бросив взгляд на паутину, Керза увидела, что паукоподобное чудовище прижалось к ее краю, в злобных зеленых глазах чувствовалось недоумение, ненависть и неудовлетворенный голод. Вместе с Питом она пересекла поляну и вскарабкалась по груди оружия и трофеев, сваленные перед сверкающим серебряным диском. Ей нравилась тяжесть сабли, и она быстро вернула себе оружие. Оглянувшись на паутину, она увидела, что чудовище все еще там. Очевидно, подумала девушка, оно не могло свободно передвигаться за пределами своей смертоносной многоцветной сети. Размышляя, она уловила возрастание приглушенного гиканья. Постепенно, оправляясь от паники, бурые человечки стали собираться снова. Если у Керзы возник импульс бежать, то она мгновенно подавила его. На нее обрушилась столь мощная волна гнева, что она задрожала. О запале викинга-берсерка ходят легенды, но неконтролируемая кровавая ярость Кельта выходит за пределы возможного. С поднятой саблей Керза, сверкающим воплощение мщения и ненависти, бросилась навстречу гикающим звукам. Бурые человечки, отчасти поборовшие первичный страх, масса ринулись вперед, вынув ножи. Они явно ожидали, что большая их часть падет от убийственных клыков огромного волкодава, но были уверены, что все же смогут одолеть его. Он был уязвим, ведь они ранили его ножом и бросили умирать незадолго до этого. И пусть они боялись его, но еще больше. Карлики страшились зловещего чудовища, ожидавшего их в паутине, неудовлетворенного и явно снедаемого лютым нетерпением. Бурые человечки набрали сил для новой встречи с убийственным псом, но оказались совершенно не готовы к двум фуриям, в одночасье налетевшим на них. Громадный пес принялся за их глотки, как и прежде, а подли него в бой пустилась высокая кельтская девушка, которую они бросили с закрепленной на шкиве. Шокированные, они застыли в оцепенении, а сабля рубила направо и налево с точностью броска мамбы. Головы разлетались по воздуху. Нескольким, кто наносил удары короткими мечами, обрубались руки или кисти. Спокойный и беспристрастный наблюдатель мысленно сравнил бы зрелище с тем, как пшеничные колосья падают под взмахами косы. Для нее, забрызганной кровью и исполненной яростью, человечки с рыбьими глазами превратились в большое коричневое пятно. Кер зарезала и рубила, секла и пронзала. Пит, буквально истекающий кровью своих жертв, действовал поблизости со смертоносной мощью саблезубого тигра или гигантского ужасного волка, от которого его роту наследовал свое имя. Для сбитых с толку бурых человечков это было слишком. Выжившие снова рассеялись и сбежали, побросав ножи с единственной мыслью спастись от рвущих зубов и свистящего лезвия, что истребляли их ряды. Керза и Пит преследовали карликов среди деревьев, резали и рубили тех, на кого натыкались. Когда девушка наконец остановилась и позвала Пита, в живых едва ли оставалось хотя бы два десятка бурых человечков. Остальные, мертвые или покалеченные и умирающие, растянулись на поляне или в тени синей листвы. Девушка осторожно вернулась к паутине. Прожорливое, мохнатое создание, которому бурые человечки поклонялись словно божеству, нависло над ее краем. Исполненные ненависти глаза уставились на деревья, где его поклонники рассеялись в ужасе. Когда оно увидело, что Керза и Пит приближались, зеленые глаза злобно засверкали, но выбраться из паутины оно не попыталось. При виде того, как чудовище склонилось над краем, Керзу внезапно осенило. Бурые человечки смертельно боялись огня. Возможно... Керза поспешила к задней стороне светящегося диска. Пит семенил за ней. Там она обнаружила один из аккуратно огороженных костров, в котором все еще тлело несколько угольков. Взяв ветку, лежавшую неподалеку, она протянула ее к уголькам. Когда конец ветки загорелся, девушка вернулась к паутине. Холодные зеленые глаза смотрели, на нее. Ротовые присоски беспрерывно шевелились. Боясь, что ужасное создание может выпрыгнуть, Керза держала саблю на готове, даже когда бросала горящий факел в паутину. Бросок оказался точным, и мерцающая сеть запылала. Чудовище бросилось к огню, резко остановилось и, наконец, отступило в дальний конец паутины. Несколько секунд спустя оно исчезло в высеченном в камне овале устья пещеры, по-видимому, служившей ему логовом. Поляна уже заполнилась пламенем и едким дымом. Керза отступила, уведя Пита из самой неприятной зоны околубящегося дыма. Вздымающееся пламя достигло каменного логова, а крашенный дым обвивал вход в него. Керза ждала, наблюдая за устьем пещеры. Она уже собиралась уйти, заключив, что чудовище задохнулось, когда омерзительная крапчатая туша с тяжестью вывалилась оттуда. Масса и инерция создания вытолкнули его из горящей паутины вниз на землю. Оно было обожжено. Уродливая, похожая на перья шерсть, местами горела. Но оно сумело нескладно выбраться из-под паутины. Как и предполагала Керза, за пределами паутины оно двигалось неуклюже и испытывало явное затруднение. Когда существо приблизилось, девушка услышала глубокое рычание. Повернув голову, девушка увидела, что Пит готовился к прыжку. Он пригнулся и вывернул наружу губы. Керза не знала, зачем выставила руку и придержала его. Беспокоилась ли она за его жизнь, или это была необъяснимая жалость к мерзкой опаленной твари, вылезшей из пещеры. Тем не менее, громадный пес повиновался и лишь продолжал свирепо рычать. Крапчатое существо с трудом преодолело лишь несколько ярдов, будто огромный раненый жук, которому недоставало половины ног. Ненависть, казалось, исчезла из зеленых, не имеющих век глаз. Оно, словно по некоему сильному принуждению, ползло по задымленной поляне к блестящему дискообразному сооружению. Керза задачно наблюдала, как создание обходит холмик из оружия и трофеев. Рывками оно добралось до диска и вскарабкалось вверх по короткому ряду ступеней. Его мохнатые паукоподобные придатки несколько минут ощупывали диск, пока, наконец, не распахнулась дверь. Чудовище проскользнуло внутрь, и дверь закрылась за ним. Керза решила, что оно ушло в свою гробницу. Место поклонения, чтобы умереть. Дым осел среди деревьев. Вся сверкающая сеть паутины упала на землю. В течение нескольких минут осталось лишь несколько почерневших и все еще тлеющих нитей. Керза собиралась уходить, когда внезапное гудение вновь приковало ее внимание к диску. Все сооружение начало вращаться. Керза в изумлении смотрела, как диск поднялся с земли и завис в воздухе. Он начал медленно возвышаться, но, едва превысив верхушки окружающих деревьев, быстро унесся ввысь. Он почти исчез из поля зрения, и Керза всматривалась, чтобы уловить последний его проблеск. Но диск внезапно опустился к земле. Его снижение на несколько секунд замедлилось, и он, казалось, стал выравниваться. И неожиданно снова упал. Ужасное крушение, потрясшее землю, случилось где-то на окраине оазиса. За мощным взрывом, стряхнувшим голубые листья с деревьев, последовала вспышка, высветившая каждую веточку. Каждый камешек. Керза прикрыла глаза. Полуослепшая, со звоном в ушах, девушка отступила от леющих останков паутины. Она не могла осмыслить, свидетелем чего только что стало. Ее наполнила невыразимая истощенность, неописуемая усталость. Оазис постигла зловещее безмолвие. Пульсации стихли. Убедившись, что Пит находится рядом, Керза медленно ушла с поляны в спутанные древесные заросли. Там она заползла в кусты и улеглась. Огромный волкодав свернулся в клубок рядом. Прежде чем уснуть, она гладила зверя, чувствуя застывшую рану в боку, где его ударили ножом бурые человечки. Они бросили его умирать, но рана уже заживала. Она изумилась в невероятной восстанавливающей стиле пса. Керза проснулась в такой абсолютной тишине, какую никогда прежде не слышала. По ощущениям, она проспала несколько дней и теперь не знала, было ли утро или вечер. Она встала, покачиваясь, почувствовала, что ломила руки и ноги, и осмотрелась. Девушка стояла в увядшем лесу мёртвых и голых деревьев. Песок из окружающей пустыни намело на пустые тропы. Поблизости валялись скелеты с остатками плоти, существ, похожих на бурых иссохших обезьян. Пит стоял рядом. Он вилял хвостом и подвывал. Выглядел старым, усталым и истощённым. С трудом передвигаясь, Керза повернулась назад к поляне. Гору оружия и трофеев занесло песчаной бурей, но ей удалось подняться на её вершину и вернуть свою пару фляг. Она потрясла их. В одной оказалось несколько капель, вторая была почти полной. Повесив их на плечи, она поспешила прочь, взяв саблю в руку. Пит шёл рядом. Девушка чувствовала, что это место проклято. Предпочтительнее было умереть в открытой пустыне, чем в этом жутком оазисе скверны. Когда последняя граница голых деревьев сменилась пустыми дюнами, она рассудила случившееся. Старейшины её септа говорили о заколдованных местах. Странные пульсации чудовища, заключила она, каким-то образом питали оазис и его обитателей жизненной силой. Когда они прекратились, оазис и всё, что в нём жило, были обречены. На лбу Керзы появились складки недоумения. «Возможно ли, — спросила она себя, — что чудовище неким образом являлось творцом оазиса?» Она затрясла головой. Эти мысли привели её в замешательство. Девушка слишком устала, чтобы продолжать свои размышления. Возможно, всем вещам, которые она видела, просто нет объяснения. В нескольких милях от оазиса внезапный импульс побудил её вернуться и снова осмотреть его. За её спиной, насколько хватало зрения, тянулась бесплодная пустыня — ровное пространство бесконечных песков, в котором не росло ни единой травинки.